Предназначение с точки зрения каких-то кармических взглядов, каких-то родов, предков и так далее, ведических или астрологических, это, конечно, абсолютнейшая иллюзия, и это и есть информационный вирус. То есть никакого такого предназначения, которое бы кем-то или чем-то было бы определено вне вас, помимо вас, за вас и для вас, не существует. Цель проекта – это раскрыть внутренние ключи, раскрыть внутренний ответ, получить алгоритмы ощущенческие, когда вы точно понимаете, что этот ответ вами, вас и для вас. Когда вы являетесь авторитетом себя, когда вы являетесь суверенитетом себя, а не когда вам сказали, что делай вот так, вот так, поставь свечку, помолись, покрутись, помолчи, или еще что-то, прочитай мантру. Это все как бы игры ментала, и эти игры будут вам всегда насаждать что-то еще. Нет, вы обратили внимание, что в любом направлении, неважно, философское, религиозное, там всегда есть многоуровневость. То есть, куда бы вы ни пришли, там будет первый уровень или первый класс, первый сезон какой-то, а потом будет второй, а потом третий, а потом четвертый. То есть, как бы там заведомо известно, что вы никуда не придете в самом начале. И если даже вы спросите, после десятого уровня придете ли, вам тоже скажут, что нет никаких гарантий, но пройти вы будете их проходить. Это напоминает такой, знаете, некий сетевой маркетинг. Это два разных рисунка, два разных среза. То есть, в одном случае вы хозяин, вы управляете, вы взаимодействуете, вы смотрите, вы ощущаете, вы дотрагиваетесь. В другом случае вы ныряете на дно, и вы становитесь по умолчанию внутри этого, и оно рулит вами. Есть некая основа, некая такая сущностная чистота, которую человек в большинстве случаев не замечает. Он настолько управляем личностью, он настолько управляем образами, которые составляют программы этой личности, в том, по умолчанию является батарейкой этого образа себя и образа мира. Для чего этот проект? Он, естественно, пошагово будет раскрывать, как же все это работает, как это функционирует. Но сразу хочу предупредить, здесь нет таких готовых ответов, которые вы взяли, послушали, как говорится, проглотили и пошли. Здесь есть предпосылки, чтобы вы получили свой ответ. Когда-то я принимала участие в таких курсах путешествия по прошлым жизням, реинкарнациям, вычисления, кем и чем ты там был. И знаете, одно время я принимала участие, а потом так получилось, что я являлась как бы организатором этого. То есть я совершенно другой человек, а я просто присутствовала. И это такой был полезный опыт, потому что 15 групп подряд, и все оказывались как бы предки их. Это либо Мать Христа, либо Сам Христос, либо какие-то совершенно знаковые какие-то имена, которые человек, в принципе, не знает, но он наслышан. Вот могу вам честно сказать, что не было ни одного забулдыги, ни одного вора, который там кого-то выходил, убивал, насиловал. Почему-то их никого не было. Все были какими-то такими Кришными, Буддами, Христами. То есть ничего этого не дает в ощущениях, что на самом деле человек получает вот в этих просмотре инкарнации, если даже вот вы, например, встречаетесь с такой информацией, нужно выйти за пределы эго, избавиться от эго. Вы сначала, прежде чем соглашаться с этим, задайте себе вопрос. Это и есть неведение, это и есть информационный вирус, который пытается вам насадить какую-то роль делателя и достигателя, в котором вы утонете. Вы просто погрязнете в бесконечном прокручивании, беге по кругу вот в этой темнице достигателя, что однажды я вот найду спасение, я найду нечто такое, вот философский камень, ящик Пандора, неважно что. Нет, вы не найдете. Это и есть специально выдуманные вещи, которые недостижимы, потому что они не имеют отношения к сущностному, они не имеют отношения к сознанию. И это игры, ментал. Чем больше вы удаляетесь в ментал, тем больше эти галлюцинации становятся настолько реалистичными. Но на самом деле, по факту, вы закончите тем, что вы убьете от жажды, от отдаленности, от настоящести себя, от источника себя в себе, потому что источник никогда не находится за пределами вас. На самом деле, данная реальность, она достаточно сложно устроена и сложно, и в то же время очень понятно и структурировано, когда человек начинает слышать свои ощущения, когда он начинает слышать свои внутренние частоты, то есть частоты сознания, когда он получает эти прозрения не измени, не интеллектуально, не в ходе какого-то логического думания, сопоставления, а информация, как правило, вас уводит от себя настоящего, в иллюзии о себе, в иллюзии о мире. А сущностное считывание, ощущение себя, оно вам раскрывает то, чем вы являетесь, то, как вы будете проживать, каким проживанием вы станете в данной реальности. Оно заключается в том, чтобы вы уловили, ощутили себя, свою суть, частоту сознания себя настоящего, уловили это собой в себе, и в конечном итоге вы уловили это фактом себя, то есть тотально собой. Первое предназначение это обнаружение себя настоящего, это обнаружение своей сути и развлечения сущностного и личностного. Это то, чему посвящен этот проект. Потому что сущностное всегда вас слышит, всегда вас ведет. Плохо, когда вы его не слышите, тогда вы один на один со своим неведением и со своим невежеством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова